Доброе снежное январское утро! Просыпайся, Петербург! Вступаем в первый рабочий день этого года! Не хочется вставать по будильнику, одеваться, собираться на работу? Если от реальности не убежать, подсластите себе первый рабочий день нового 2024-го. Как и чем, ответ знает кондитер-декоратор Татьяна Харченко. Татьяна, здравствуйте! Доброе утро! Как сделать утро добрым и сладким? Будем, конечно же, приготовить вкусный десерт, причем легкий и быстрый. Мы будем готовить трайфлы, насколько мы знаем, с английского это переводится как пустячок. Пустячок, а приятно, не зря говорят. Ну, не знаю, вы продегустируйте и сами скажете, насколько это пустячок. Посмотрите, какой приятный, конечно, порционный десерт, стаканчики. И мы с вами будем его сегодня готовить. Нам потребуются перчатки. Обязательно надеваем перчатки. У нас есть фисташковый бисквит. Хочу сказать, что я измельчала бисквит, а у вас шоколадный бисквит, очень ароматный. Измельчала в блендере, так будут слои немножко красивее, но можно и ломать кусочками. Вот так вот прямо, да, не стесняться, если вдруг на скорую руку у кого-то нету. Также хотела обратить внимание, что начинать можно как с крема. И есть разные варианты, как вот кому как нравится. Так и с бисквитом начнем. Да, давайте начнем с бисквита. Сейчас кладем небольшой слой, достаточно даже много, наверное, для донышка, чуть поменьше. Задача. Да, теперь можно выкладывать и фрукты, и ягоды, что будет подходить. Их по краю, а потом можно крем. А, по краю. Например, вот так вот можно положить, чтобы они были красиво видны у нас. Понятно, понятно. Да, мы еще накидаем пару ягодок. Пока мы выбираем, есть ли нам, может, какие-то золотые проверенные временем сочетания, или начинка зависит от нашего вкуса, и можно экспериментировать. Конечно, есть проверенные временем сочетания, и можно их проверить в интернете, кто очень сильно сомневается. Но вообще все вкусное, все свежее. Единственное, хотела обратить внимание, что без термической обработки гораздо сокращается срок вашего десерта. Мешок, да, вот так вот мы выдавливаем, вертикально держим мешочек и выдавливаем крем. Можно чуть-чуть постучать. Дальше я беру конфитюр для красивого слоя. Вот то, о чем я говорила, термическая обработка. А из чего у нас крем, простите, вот так вот, чтобы понимать? Здесь крем со сливками, и здесь он более нежный, чем идет в торты, чтобы он быстрее пропитывал такой десерт. Ну и плюс он у нас в стакане, он явно никуда не вытечет, правда. Это верно. Здесь потрясающе, что этот десерт порционный. Мы, кстати, с Машей нашли рецепт 16 века, и там клубника, имбирь, розовая вода, сахар и сметана. А вот спустя 5 десятилетий, 5 столетий в 21 веке что-то изменилось по начинке? С чем сегодня любят делать трайфу, приняты делать трайфу? Или каждый, кто во что гораст? Каждый, да, кому как нравится, какой нравится вкус. Причем, смотрите, можно взять, когда уже вверх самый, да, снять либо ножом и по самому краюшку положить, да, вы здесь видите, что здесь выровнено, да, это ножом, так здесь нет. Можно отсадить красивую розочку. Сейчас я вам так сделаю. Специально у вас носа. Вот, действительно, когда опытный кондитер что-то вот нам предлагает, уже все ингредиенты у нас порезаны, представлены, действительно легко готовить. А вот что касается, легко ли по калориям, многие из нас после праздников, конечно, начинают вновь следить за этим показателем. Вот конкретно у нас здесь вот относительно состава. Не подскажу, если честно, я большая сладкоежка. Так, как и мы. Это прекрасно. Смотрите, что это такое? Это сублимированная малина. Вот еще что хорошо добавлять, то есть это не свежие ягоды, это специально обработанные ягоды, из которых и фрукты, да, в том числе такие бывают, из которых полностью убрали влагу. И можно, смотрите, либо крошить, либо кусочки. Получается у нас и аромат прямо настоящей малинки, вот, понюхайте, попробуйте. Попробуйте. Да, можно и цельные ягоды использовать, чтобы восстановить, нужно мочить водой. Но я хотела украсить немножко другим способом. Хотите, мы вам розочку тоже сделаем? Ну, розочку уже вряд ли. Сейчас мы из вот кондитерского мешочка сделаем. Вот она магия. Магия будет дальше. У нас еще есть лампочки, упаларки специально. Да, можно украсить либо бусинками. Да, я хотела сделать снежок. Снежок буду делать. С кокосовой структурой? Да, да, да. Снежок буду делать ягодки. Каждый может чем хочет, да, дальше украсить. Здесь, как ваша фантазия, подскажет. Но я, поскольку специалист пошел, тортом. Вы максимальный специалист в этом вопросе. У нас буквально полторы минутки остается, что мы еще можем успеть... Да, что мы будем делать? Какую авторскую подачу вы нам... Лампочки. Так. Лампочки. Вытаскивайте тоже, покажем. Но лампочки находятся в пластике, не пищевом, поэтому я разминаю сахарную мастику. Сейчас смочу ее немножко водичкой. Так, вот лампочка. Закатаю туда лампочку. Загорелись. Так. Нужно взять мастику и... Кусочек раскатать и чуть-чуть его смочить. И можно в руках прямо вот так вот скатать такой шарик и чуть-чуть освободить лампочку. То есть мы ее закутываем фактически туда? Да, 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 да. Можно в глазурь, но сейчас, к сожалению, невозможно это у нас в рамках эфира сделать. Так все прекрасно, по-моему. Даже в рамках обычного утра это выглядит... Вот так я приклеиваю снежинку с заранее сделанным отверстием. Сажаю на мой десертик. Еще добавлю снежиночек. Тоже берите... Вот у вас, да, 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 снежинка. И уже эффект вау, правда? Да. Но мы сейчас добавим... Главное не проглотить. Добавим еще один вау-эффект. Я подготовила карамельные полусферы. Это съедобно? Да, это съедобно, это карамель. Главное, чтобы не проглотить. Ну, мы предупреждаем всегда, если есть какие-то несъедобные элементы декора. Ну, или врачи предупредят. Чуть-чуть хочу в водичку намочить края. И в тот самый материал, из которого она сделана. Снежок. И у нас получается вот такой вот снежный край. Да, давайте попробуем. Давайте. Чуть в воду. И я хочу накрыть мой десерт. Давайте вот приподнимем. Получается, лампочка будет прямо гореть через... Ой, отлично у вас получается. Беру вас в помощники. Отлично. Все, меня и проработал. Я после эфира... Ну, вот мы сравниваем, как работал профессионал и два любителя сладкоежки. Прекрасный, прекрасный итог. И предлагаю продегустировать буквально быстро. Секундочку. Это самое же приятное. То есть, вау, должен быть еще вкус. Главное не съесть лампочку. Да, или можно взять один из таких десертов. Очень вкусно. Я, пожалуй, тоже присоединись. Пожалуйста. Я мечтала об этом все утро. А мы ждали это очень-очень давно. Приятного аппетита говорим мы и вам, и говорим всем, кто сейчас завтракает. Вот так вот сладко мы начинаем 9 января.